Приветствую вас, давайте сейчас берем ваш вопрос, который вы задаете. Очень стыдно, но я ревнулась своего покойного мужа, что со мной не так, муж очень любил меня, но бывали ситуации, где я его ревновала, сейчас перебираю их в голове и терзаю себя. Во-первых, хочется вам выразить соболезнования по поводу потери, по поводу смерти вашего мужа, вот, я думаю, что вряд ли он будет. Вряд ли вы переживаете это легко, я думаю, что скорее всего речь идет о том, что вам в этом смысле сейчас тяжело. Я думаю, что речь идет сейчас о том, что вам очень трудно переживать это, вот, я думаю о том, что скорее всего имеет место быть определенное право у вас. Вот, я думаю, что это самая определенная право, она полкает, она полкает вас на определенные же, собственно говоря, действия. Вот, то есть, то, что вы сейчас описываете, достаточно сильно выглядит как... Травматичность достаточно сильно, то, что вы сейчас описываете, выглядит как... Такой вот, ну, можно сказать, пересевание у трапы. Пересевание у трапы. И на мой взгляд, на мой взгляд, пересевание у трапы, это вполне нормально. То есть, мне кажется, что ваша ревность в данном случае является таким способом не отпускать от себя человека, который вам дорог. Ну, вы же сами понимаете, что это нормально. Вот. Вы-то это понимаете, вы-то это понимаете. Но вы себя стыдите за это. То есть, вы себя стыдите за то, что ревнуете. А что такое, что означает себя стыдить? Да? Когда человек себя стыдит, он подавляет определенное, так скажем, чувство. Он подавляет в себе определенное чувство, когда себя стыдит. И вы сейчас занимаетесь именно этим. Вы подавляете свои чувства. То есть, нет ничего плохого в том, что вы ревнуете. Ревнуете. Другой вопрос заключается в том, зачем? Зачем вам эта ревность? Для чего она вам? Да. Да. Какую она, можно сказать, выполняет функцию? Да? То есть, как бы вот. И эта функция, на мой взгляд, связана с тем, чтобы не чувствовать, вот скажем так, некоторую болезненность, чтобы не чувствовать некоторую боль, чтобы не чувствовать некоторую эмоциональность, которую вы ощущаете. Короче говоря, короче говоря, чтобы не чувствовать, я бы назвал это, чтобы не чувствовать боль потери. Я бы так это сказал. Боль потери вы все равно будете чувствовать, вы ее чувствуете сейчас уже. Вот. Только вот как-то себе вот по ряду причин, да, вы себе в этом не признаетесь. Вы не признаетесь в том, что вам больно, вы не признаетесь в том, что вам тяжело, вы не признаетесь себе в том, что то, что происходит, это крайне болезненно. Вот. Почему? А вот это интересный вопрос. Дело в том, что ревность сама по себе просто так не возникает. Дело в том, что ревность, она возникает по ряду причин. Вообще, в принципе, то есть, ну, ситуации ревности, да, они возникают по ряду причин. И одна из причин, почему человек ревнует, это невозможность человека находиться как бы, ну, с собой, да, то есть, вот, невозможность. Для человека находиться наедине с собой невозможно для человека жить, вот, ну, какой-то, скажем так, в своей жизни. То есть, когда я своей жизнью не живу, когда я живу, ну, в основном, да, когда я живу в основном, ну, жизнь у кого-то. Вот. То я ревнусь. Понятно, что, а, у такой модели жизненной есть причины, да, и понятно, что, а, у такой модели жизненной есть причины, да. У такой модели поведения есть свои основания. Но мы сейчас об этом не говорим. Мы сейчас не говорим о том, почему так происходит. Мы говорим о том, что происходит, а, ну, по факту, да, по факту. По факту происходит вот это. По факту происходит такая история. И вам нужна сейчас эта ревность, на мой взгляд, вам нужна эта ревность, потому что если не она, то что? Дальше. Вот если не она, если не ревность, если не ревность, то что? Тогда, да. Тогда, в общем-то, довольно-таки, такая получается. Нерадостная картинка. Нерадостная картинка тогда, получается, связана, в первую очередь, в первую очередь, с тем, что я не умею, ну, как бы вот, не умею жить для себя. Я не умею, я не могу, я, может быть, даже боюсь жить для себя. То есть здесь, ну, здесь есть, так скажем, свои, ну, понятное дело, свои нюансы. Ну, в любом случае, да, вот, свои нюансы здесь есть. Вот. И вот такая, получается, не очень приятная история. А вы не задаете вопроса, то есть вы, получается, просто делитесь, вот, своими переживаниями, что, в принципе, хорошо. То есть хорошо, что вы хотя бы делитесь своими переживаниями, но вот хорошо, что сейчас вы можете, ну, заметить, вот, что эти переживания у вас есть. Хорошо, что вы сейчас можете заметить, что вы это чувствуете. Хорошо, что вы сейчас можете заметить, что это ваши чувства. Хорошо, что сейчас вы можете это заметить. Вот. Но первым шагом здесь, на мой взгляд, будет являться именно проживание боли. Именно проживание боли, именно проживание боли, потери, которую вы сейчас так отчаянно, на мой взгляд, стараетесь скрыть за ревность. Потому что, ну, совершенно очевидно, что к мужу вы были привязаны, привязаны к нему были достаточно силы, ну, достаточно силы мужа. И быть привязанным к мужу – это нормально, быть привязанным к человеку, скажем так, это нормально, ничего необычного в этом нет. Вот. Только в вашем, наверное, случае, как бы, привязано, что она довольно разрушительна. То есть она довольно разрушительна в смысле того, что может как-то вот, ну, частично или полностью, в вашем случае скорее полностью, чем частично, вас подавлять. Да, то есть полностью исчезает, полностью исчезает какой-то, я бы сказал, личностный здесь конструкт. Вот. Вот. Это вот такая достаточно неприятная ситуация, это такая достаточно тяжелая ситуация. Вот. Но поскольку вы склонны убегать от своих чувств, поскольку вы склонны бежать от своих чувств, поскольку вы склонны игнорировать свои чувства и при этом считаете, что какие-то чувства ваши могут быть правильными, какие-то чувства ваши могут быть неправильными. Вот, поскольку вы движетесь как-то в этом направлении, то, соответственно, конечно, вам от этого крайне-крайне тяжело, вот. Кроме того, у нас вот в российской, да и не только в российской культуре, во многих культурах принято не говорить ничего плохого про тех, кто умер. У нас как-то вот есть такая модель, что вот про мертвых либо хорошо, либо ничего. Страх мертвых. Что это означает? Ну, это означает в первую очередь, что мы боимся. Но тут как-то вот прямо-таки, ну прямо-таки просится, скажем так, определенная шутка. Но поскольку у нас довольно здесь ситуация трагичная, да, то я, конечно, шутить не буду. Так вот, и благодаря этому, благодаря такой, можно сказать, ну позиции, что ли, благодаря такому восприятию, благодаря такому отношению, благодаря всему этому, благодаря всему этому, люди запрещают себе испытывать нормальные человеческие чувства к тем, кто ушел. Чувства-то они никуда не деваются, вообще говоря, да, то есть в этом смысле наши чувства, они глухие к тому, что можно, а что нельзя. Наши чувства, они в этом смысле глухие к этому, вот, ну просто опять же вот потому, что чувства просто, что они либо есть, да, либо их нет, все. То есть тут достаточно такая вот ситуация. Но мозг, мозг, он преследует, скажем так, совсем другие цели. Мозгу, в отличие от чувств, нужно все объяснить. Объяснять мозгу, мозгу нужно все раз анализировать, и это не всегда плохо. Это не всегда плохо. Я бы сказал, что довольно часто это может быть хорошо, вот, но в ситуации, в которой вы оказались, в ситуации, когда единственное, по сути, что остается человеку, единственное, что остается человеку, это проживать, единственное, что остается человеку, это болеть. То, что произошло, потому что смерть близкого человека, это всегда очень болезненная история, вот, и это нормально, что история болезненная. Это, собственно, то, что делает нас с людьми, потому что, вот, например, например, опять же, скажем так, у животных, например, да, нет никаких таких переживаний. Животные, они не страдают по умностям, не грустят, это чисто такое человеческое чувство, вот, и хорошо, если человек его себе разрешает, но очень часто бывает так, что не разрешает. И, поскольку вы ревнуете, то вы не разрешаете себе злиться, вы не разрешаете себе злиться, а раз вы не разрешаете себе злиться, вы не разрешаете себе быть живой, Вы не разрешаете себе быть, ну, собой. Вы не разрешаете себе быть такой, какая вы есть. Я бы даже сказал, что вы не разрешаете себе быть слабой. Я бы даже, я бы даже так сказал, что вы не разрешаете себе быть какой-то вот, знаете, ну, неправильным, что я бы так сказал. Вот, вы себе вот элементарно не разрешаете обычных человеческих чувств. Хотя, казалось бы, казалось бы, казалось бы, ревность это история как раз про это ревность это история про чувство, ревность это история про, ну, про переживания. Ну нет, 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 еще раз, нет, ревность это про, скажем так, про стремление, про необходимость быть сильнее, вот, про необходимость быть сильнее. Что, собственно, вы сейчас и делаете, вот, вы стараетесь быть сильнее, чем вы, чем вы едете, на самом деле, вот. Такая история, такой аспект хотел бы я. Для вас выйдет, вот, можно ли сказать, что испытываем и вам эмоции абсолютно нормальны. Можно. Ваши эмоции абсолютно нормальны. Ненормально, а, ненормально только то, я бы сказал, ненормально только то, что вы их не проживаете. Нормально только то, что вы в своих эмоциях застреваете. Вот, вот это, конечно, является основной проблемой. Ну, потому что вам стыдно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...